Приветствую дорогая Светлана, где ты сейчас находишься? Я нахожусь в Пензе. Добрый вечер, дорогой Хасай Мугамедович. Я даже одела красную майку, чтобы чиркнуть, потому что я участник школы, и мы на одной волне. Вообще, как говорится, очень хорошо. Надо дам и обязательно комплимент сделать, я тебе делаю комплимент. Спасибо. Один мой знакомый, он говорит, слова придумай сам. Слова придумай, я шучу, я шучу. Видишь, слова придумали? Это мне теперь посоветовал наш Николай Сорохин, с которым мы делали прошлые видео. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Он сказал, что надо три этих слов синхро-гимнастика разделить вот так вот буквой Г большой, чтобы было видно синхро-гимнастика и ключ в кавычках, чтобы было вот так. Тогда это лучше читается и лучше запоминается. Ну, вот так вот, видишь, я сделал так, что здесь тоже есть и красный цвет, и синий цвет. Очень интересно, правда же? Дай Бог, кто-то подумает, что это какой-то флаг ни в коем случае. Это никакой не флаг. Это, наоборот, как подбирать себе действия синхронные вашему собственному текущему состоянию, чтобы снимать срезки и выходить на состояние восстановления и творчества. Давай, Светик, рассказывай. У меня пришла такая тема по итогам ваших последних роликов, особенно ролики с профессором Аршиновым и картина в тему наблюдателей, участников событий одновременно. Мне пришла такая тема, я в последнее время, ну, наверное, больше наблюдателей, может быть, становлюсь, особенно на улице, когда бываю в людных местах. И меня стал волновать такой вопрос, ну, просто это настолько бросается в глаза уже, что невозможно не заметить, что люди не отрываются от своих телефонов, даже когда идут по улице, даже когда они выходят на прогулку. Когда они выходят на пробежку, вместо того, чтобы бежать, ну, если у них получается, они, конечно, совмещают, пытаются, но все равно, то есть я ничего не имею против прогресса, искусственного интеллекта, и телефонов, и всяческих девайсов. Ну, как говорится, все хорошо в меру, и все есть яд, и все есть лекарства, вот, и важно научиться это правильно использовать. И вот особенно затронул, затронул меня такой эпизод, но он не единичный, но вот особенно один яркий, когда мамочки, выходя на прогулку с детьми, тоже не отрываются от своих телефонов. И дети лишаются и внимания, и любви, и сути вообще этой прогулки, и контакта с матерью, по сути, такого, какой он должен быть. И вот буквально на днях я наблюдала с балкона такую картину. Внизу детская площадка, ну, такая детская, спортивная. Вышла мамочка, стоит мамочка. Вот то, что я видела. Стоит мамочка, уткнувшись в телефон. Рядом бегают двое детишек, ну, допустим, 4-5 лет примерно, и маленькая собачка. Вот началось все с собачки. Собачка первая почувствовала, что она как бы на свободе оказалась. Собачка полезла под забор и ушла гулять на свободу. То есть она решила предоставить ее сама себе. Вот. Потом дети, как бы вот они лазили, лазили по этим каруселям. Мама с телефоном, то есть никакой реакции. И, очевидно, они у нее запросили там что-то. И чтобы они ей не мешали, вот она, не отрываясь от телефона, достает брелок от машины сигнализации, открывает им машину. Машина стоит через весь ворк, через всю стоянку, через всю вот эту проезжую часть на территории дома. То есть на другом конце ездит там машина. Вот дети туда счастливые бегут, сами открывают дверь, достают то, что им нужно, там какие-то свои игрушки, закрывают, она это засчетывает. Вот вообще не отрывайте от телефона. И они бегут назад. Плава богу, там как бы ни подо что они не попали, ни под какие машины. Вот. Ну, в общем, невозможно на это было дальше смотреть. Но любопытство превысило, значит, и через минут 15-20 я вышла. Что я вижу? Ту же самую картину. То есть дети там пытаются все занять, маму не отрываясь от телефона. И вот у меня к вам, как к ученому, как к психофизиологу, как к пилотову, вопрос. Так что же человек, какие свои проблемы пытается решить? Что он нашел в этом телефоне такого, что это затмило даже его проживание и собственную жизнь? Ведь он не находится в моменте, он не находится в контакте сам с тобой, как он думает. Не находится в контакте со своими близкими. Что же это с нами такое происходит? И как с этим бороться? Надо ли с этим бороться? Знаете, у меня такое... Скажи, пожалуйста. Взрослые превратились в детей. Вот они получили в руку вот эту игрушку, и они никак не могут наиграться и найти меру вот в этом, вот что ее почувствовать. Но ведь это может привести совсем к печальным последствиям. И вот еще договорюсь с твоей мыслью, когда вы в одном ролике сказали, что ключ, ну, не только в одном ролике, ключ позволяет человеку открыть себя и вернуться к своим истокам, да? А что откроют эти дети? Как они выросли? Что в них положили? Вот такие вопросы выношу на обсуждение сегодня. Ну, давай поговорим. Мы всех привлекаем в нашей школе. Всех привлекаем, потому что здесь у нас могут быть и подростки, и их мамы, и бабушки, и папы, и дедушки. Пожалуйста, и пишите комменты, вопросы задавайте потом в этих комментах. Вы знаете, Светлана, вот ты скажи мне, например, сама лично, сама лично, насколько ты привязана к телефону? Привязан. И я тоже привязан. Я тоже привязан. Мы сейчас это и обсудим. Я тоже привязан к телефону, потому что я никуда не могу от него деться, но мне звонят обычно больные, мне обычно звонят какие-то друзья, или мне звонят друзья друзей, чтобы кому-то помочь. Ну, такая ситуация, куда денешься. А тебе по какому поводу звонят? Вот ты привязана к телефону. У меня такие вот по моей деятельности проблемы. А у тебя какие? Что тебе? Зачем звонят? Ну, у меня в основном телефон используется как средство изучения какой-то информации, просмотр сайта, ну, то есть для самообразования. Я бы так больше сказала. Хорошо. У тебя для того, чтобы ты телефон использовала выходить на какие-то библиотеки, сайты там, смотреть какие-то контенты, да? Ну, то есть они как бы, ты когда хочешь, ты выключаешь, когда не хочешь, выключаешь. Или наоборот, да? Да. Хорошо. То есть тебе не так это страшно выключить, и ничего с ними не случится этими сайтами, пока тебя там нет. Правда же? Да. И когда я выключаю, тут у меня был один момент недавно. У меня были сим-карты, и на одной был безлимитный интернет, и я решила это отключить. И у меня сразу сработал такой ограничитель. Я вышла на улицу и думаю, о, как хорошо. То есть по привычке рука, например, если тянется, я сразу вспоминаю. Ну, то есть, а теперь безлимита-то у меня нет, и как бы нужно датировать. И как... И меня пронзила такая мысль, а как хорошо, что у меня нет безлимитного интернета, что я теперь задумываюсь, а нужно ли мне в этот момент как бы достать с телефона что-то в нем посмотреть. Да, зачем мне это? Я прекрасно без этого обойдусь и посмотрю вокруг. Но на улице я очень часто использую телефон. Я люблю фотографировать природу, небо и все такое прочее, что встречается в живом мире, в реальном. Вот. используют просто как фотокамера. А, конечно, переходя дорогу или там, если я вышел на прогулку, я стараюсь идти на прогулки, быть в контакте с природой, с тем местом, где я иду. А телефон, если только ответить на звонки. Но вокруг я вижу совершенно другую историю. Тогда мы разделим, как говорится, одно от другого и определимся в задачах. Вот, например, есть одна задача, когда человек так привязан к телефону, что ничего вокруг не замечает и живет в телефоне. И он может попасть под машину на дорогу. Например, или дети у него там, это самое, сами по себе, а она сама по себе или он сам по себе и может произойти несчастье. Ну, к примеру. Настолько привязан. А есть другая ситуация, когда, допустим, взрослый или ребенок познает мир. Сегодня, в отличие от того, как было 200 лет назад, мир же к человеку приблизился, хотя он и на дистанции. Но зато он имеет возможность больше информации узнавать. Раньше же так не было. Раньше это все в реальности, чтобы до Петербурга из Москвы доехать, нужно было время. А сейчас он может кому-то позвонить и просто переговорить. Ну, в этом смысле же есть преимущество. Конечно, он, да, и пространство, и время для него сокращаются, он получает поэтому больше информации и больше может разбираться и быстрее совершенствоваться и так далее, и так далее. Но есть разные аспекты одного и того же вопроса. Ты беспокоишься о том, чтобы они не забывали про детей и не попадали под машину, и чтобы дети все время не сидели в телефонах и не забывали о живой жизни, чтобы они не превращались в придатки телефонов, а чтобы телефон сохранялся как инструмент для человека. Да? Да, это инструмент, именно, но он не может заменить мир. А сейчас получается, что люди все больше уходят в виртуальный мир, отказываясь от живого общения. Скажи, пожалуйста, у тебя же есть любимое дело? Есть. Ну, вот ты вот занимаешься, рисуешь там, а потом ты пишешь стихи. Да, есть. Да, покажи картину какую-нибудь. Покажи, покажи. Картина? Ну, да, конечно. Потому что ты счастливый человек. У тебя есть любимое дело. Ближе покажи. Ну, как замечательно, как замечательно, как замечательно. Это ты чем рисовала? Это масло. Масло, молодец. Еще покажи. То есть, если тебе будет выбор рисовать сейчас картину, заниматься ли волка хорошо, молодец. А чем ты пишешь? Вот Наташа спрашивает, здесь стоит. Мастихин. Основной инструмент мастихин. И редко кисти, ну, как вспомогательные. Ну, вот здесь вот птицы, если видно. Видно, видно. Нет, краски какие. Краски какие. О, краски самые обычные. Нет, понятно. Масло это или температур. Масло, масло. Масло, да. Вот. А вот эта вот картина, она связана с вашим вебинаром. Был вебинар. Я его очень ждала. Но где-то за час, за два до вебинара я начала писать эту картину. И я так увлеклась, что, в общем, вошла в поток и вышла из него, когда вебинар закончился. Поэтому, если дети будут иметь любимое дело, они же меньше будут становиться придатками телефонов. Конечно. И мамочки их, и папочки их, и дедушки тоже будут меньше становиться придатками телефонов. Потому что, во-первых, телефон это вредно, потому как он все-таки техническое устройство, которое все-таки действует на мозг. Особенно на детском. Просто мы привыкли к этому. А те, которые продают эти компании, эти телефоны, их же это не волнует. Им главное продать. А то, что миллионы людей пользуются этими телефонами и все время себе мозги немножечко портят, они думают, ну раз продают, раз все так делают, ну все живут так в этой экологии неправильные, и там химизация, и всякие генномодифицированные продукты. И то же самое, также и телефон в этой нарушенной экологии. Но это надо понимать. Значит, спасение какое? Спасение в том, чтобы иметь любимое дело. Потому что, когда ты занимаешься любимым делом, тебе в этот момент не до телефона. Ты не придаток телефона. Я вот знаю, когда я работаю, делаю любимым делом, занимаюсь, у меня есть любимая метафора, мне все равно, кто наступит мне в трамвае на сандарь. Я об этом и не пекусь. Мне пофигу, извини за выражение. А когда я не занят любимым делом, я вот начинаю это переживать, вот он мне не то сказал, не то мне написал, не то мне сказал, я начинаю. Любимое дело это то, чем человек должен заниматься. Хотя бы на досуге. Потому что, если он не может посвятить этому свою жизнь, если он зарабатывает, например, чем-то другим, то без любимого дела у него все вот это становится некой, он становится зависимым. Он становится зависимым. Либо он от телефона, либо еще от чего-то, либо от алкоголя, либо от сигарет, если у него нет любимого дела, у него нет точки опоры, я об этом хочу сказать, хотя это выглядит банально. Но на самом деле не банально, потому что, когда я вывожу людей из стресса, когда я вывожу из очень тяжелых состояний психосоматических, и когда я их направляю на то, что вспомни любимое дело, займись им, и они потом, через некоторое время мне пишут благодарственные письма, что они оказывается забыли, что у них есть любимое дело, потому что они загрузились в психосоматику, теперь они только выздоравливают, теперь только мечтают, как вылечиться, как избавиться от неприятностей. Они забыли, что средства уникальные у них в самих руках. Вместо телефонной трубки у них есть любимое дело. А скажи, что ты еще любимое дело делаешь? Стихи пишешь? Расскажи одно стихотворение какое-нибудь коротенькое, чтобы всем было приятно. Знаете, я что хочу сказать? Вот сейчас взрослые с телефонами в руках, ну вот я уже сказала, похожи на играющих детей, но неважно, что они там делают, просто как будто у них игрушка в руках, в которой они, ну не могут еще найти способ с ней общения не во вред тебе получается, не во вред своему времени. Даже вот если подумать, зачем им такое количество информации, которое им там выпадает и увлекает их туда, построенное на психологических и маркетинговых ходах, хорошо продуманных, чтобы туда вовлечь человека. Ведь что такое зависимость? Зависимость – это способ адаптации человека к окружающему миру, к своей жизни. и тот, кто не может приспособиться, ну какую-то зависимость себе находит как компенсацию того, что ему не хватает. Вот я, например, вспоминаю, ну ушедшие советские времена, ведь раньше большинство женщин, если не сказать, что все, занимались рукоделием, то есть они что-то делали руками, сами. ведь это же было не от того, как сейчас нам преподносят в таких передачах, что это было там от тотального дефицита или от чего-то, ведь это же было для души в первую очередь. Потом, люди сейчас стали меньше готовить, люди переходят на полупубликаты, ну жизнь так устроена, да, я понимаю, время ускоряется, сжимается, люди больше заказывают готовые еды. У меня тоже есть какие-то мышления на эту тему, но ведь человек, когда готовит себе пищу, ведь он тоже вступает в контакт, то есть он старается что-то сделать и вкладывает сюда частицу своей души. И раньше готовили сами. И ведь это тоже один из способов разгрузки, ведь те же самые Конечно, есть женщины, которые, когда готовят, получают удовольствие, а есть женщины, которые не любят готовить. Я тебе могу открыть секрет. Почему некоторые женщины терпеть не могут готовить? Почему другим нравится? Вот те, у которых напряжение очень высокое, им трудно сосотачиваться на приготовлении пищи. Им трудно просто, и поэтому это их раздражает. Это их выводит из себя. Они не могут собраться, чтобы пищу готовить. Но они не знают просто о том. Нет? Не поэтому? Да, вмешайся, пожалуйста. Нам помогает Наташа Кузьмина из Белоруссии. Давай. Поставление еды много времени отнимает. Ты сюда подойди. Там слышно? Слышно, да. Но ведь еду можно приготовить разную. Разную. Я хочу сказать, что по мере внедрения технологии в нашу жизнь человек все меньше и меньше делает руками, в том числе и того, что ему нравилось. И от этого удовольствие, которое он получал от жизни, он меняет в свой удовольствие в телефоне. Поэтому я из окошка смотрю иногда там во дворе мужики молодые, они там на турнике подтягиваются и отжимаются. Я смотрю и поражаюсь. Вот раньше человек не занимался отдельно от жизни вот этим отжиманием, потому что вот это происходило у него в течение жизни естественным образом в близком жизни. Сейчас мы выключим. Это была обычная история, обычная история, которая у нас постоянно происходит, когда мы проводим какие-нибудь трансляции. Обязательно кто-то звонит и поэтому я всех прошу. Во-первых, пользуясь случаем, хочу сказать, до 20 часов пожалуйста мне никто по телефону не звонит. не звоните, потому что и в 5 часов звонят, и в 4 часа, и в 2 часа звонят. Я же всем всегда говорю в роликах раньше 20 часов, а когда вы хотите позвонить прежде обязательно напишите, чтобы я увидел и вам ответил письменно, согласовали время и только потом созвонитесь. чтобы было так, чтобы я вас не обижал, ни внимания, вы должны тоже ко мне относиться с пониманием, что звонят мне миллионы людей, условно говоря. Послушай, Света, что я хотел тебе сказать. Мне это неудобно, но когда мужики отдельно от жизни, вот у меня был знакомый, который йогой занимался, и он говорит, я вчера внушил себя и смог сосредоточиться так, что комары на меня летом, я, говорит, в саду лежал, комары садятся, а я их терплю, как йог. Я говорю, слушай, ты бы пошел маме, мешок картошки на рынке купил. Вот когда они от жизни отделены и искусственно качаются, мне это немножко так неловко за них, потому что они не понимают, что это уже деятельность, они могут жизнь делать естественным образом, естественным образом, но сейчас телефон их все больше и больше отрывает от реальной жизни. Да, 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 да. Ну, мог бы вот это делать там, дерево сажать там, или еще что-то там, избу чинить там, или там лампочку прикручивать, ну, он же мог же это делать, но лампочку прикручивать не будет, он будет сидеть телефоне, и вместо этой деятельности физической, он будет просто там кнопочные игры играть, вы же все, а там во дворе будет отжиматься. Ну, мне смешно, когда взрослый мужик, он должен голову развивать, а он делает чисто механические упражнения, чтобы накачивать мышцы, которые, оказывается, можно накачивать без всяких упражнений. Ты смотрела мое видео, я смешное показывал шок большие мышцы без накачки. Да, да, да. У меня на видео, да, и так и называют шок большие мышцы без накачки, это очень смешно. Так что, это самое, просто, для чего они это делают, но я не против, пожалуйста, делайте, кто хочет, чем нравится, когда мышцы большие мышцы. Ну, это тренд, это тренд, опять же, навязываемый. В какой-то везде. мы в тех же телефонах навязываемый. Да. А девочкам надо инкометовать, чтобы люди, когда вот вы говорите, будьте как дети, вспомните, да, как вы любили в детстве. А какой, какой самый, ну, наверное, простой способ вспомнить себя в детстве, вспомнить, как в детстве мы любили смотреть на небо, как мы любили рассматривать облака и представляли, на что похоже это облако и удивлялись, как они появляются и исчезают. Мне кажется, что если люди просто будут больше смотреть даже на природу, находясь на улице, пусть не сразу, но они начнут вспоминать какие-то и действия свои. номер один, номер один, да, да. И у меня на эту тему есть утворение, я его, если можно, сейчас зачитаю. Оно тоже стало результатом наблюдения неба. По небу над горизонтом гуляли странные двери, с недобрым тайным резоном солнце украсть хотели, невиданные драконы, с пастью страшно могучие, по волшебству законам на миг притворились тучей, поплыли за ними следом огромные длинные рыбы и спрятали ясное небо в холодные кмурые глыбы. И стало темно и мрачно, да всполошились птицы и с песней своей горячной стали под небом кружиться. Тут ветер солнечный стражник прознал прозлую затею, примчал на помощь отважно, вмиг рыбы драконов развеял. Вы скажете, мне показалось, мол, все это выдумки небы, а солнце вновь улыбалось во все бескрайнее небо. Замечательно. Замечательно. Света, я хотел бы тебя спросить и хотел бы, чтобы ты немножечко это подчеркнула. Ты мне вчера, когда мы по скайпу с тобой разговаривали, ты сказала удивительную вещь, что что-то в человеке есть от природы, у него есть разум и у него есть эмоции. Эмоции. Ну, я сейчас общими словами говорю. И если человек сегодня привык не обращаться к разуму, а все время эмоционально реагирует, не оставляя время разума, то у него происходит какое-то... Ну-ка, я правильно это воспроизвожу, смысл слов? И эмоции человек тоже, если он не анализирует, если он не находит контакт сам с собой, он сам себя перестает понимать, он даже это не замечает, он себя не понимает, да, простите, психология, изучает понимать свои и проявлять их в нужном, как бы, да, нужным образом. Получается, что он только и делает, что как бы восходящий накапливает стресс, потому что он, ну, кроме поглощения информации, да, по большей части в таком количестве ненужной... Все время вынужден анализировать информацию, да, а не обращаться к самому себе, ответов каких-то, да, которые в нем есть. А, то есть он становится переработчиком информации, которую постоянно потребляет, то есть он, как бы это сказать, в зависимости от объемов информации, который все время должен перерабатывать, да, да, и ведь это не замечает процесс. И при этом теряет контакт с самим собой, убивая свое базовое предназначение, базовое предназначение, которое лежит в его потенциале, в его способностях, талантах, и не реализуя его, остается нереализованным, не самодостаточным. и поэтому появляется у него неуверенность, еще большая зависимость от этой информации, что завтра скажут про него, как его оценят, или что скажут, завтра будет там война или мир, или там будет погода какая завтра, плохая или хорошая, то есть он все время остается в зависимости, потому что у него нет контакта с самим собой, со своей базовой, внутренней, он как результат эволюции имеет некие таланты и способности, и если он их не реализует, а все время является потребителем и переработчиком, как ресурс какой-то, если он не реализует себя как человек, который обладает разумом и сердцем, если он не вот я не знаю, как это выразить, но наверное, ты как поэт можешь теперь сформулировать своими словами, я туда в ту степень или нет? В ту, в ту, по итогам вчерашнего разговора у меня такой небольшой экспромт про то, как быть в моменте и жить сегодня, вот как бы не терять контакт с самим собой и с сегодняшним днем, ведь что такое там день вчерашний или наши прошлые, прожитые там годы, они есть у каждого, это прошедшие наши дни, что такое будущее, которое еще не наступило, о нем безусловно нужно думать, но чаще всего мы находимся где-то либо в завтра, либо во вчера, но только не в сегодня, и получается, что как бы жизнь свою мы не проживаем полноценно, и вот у меня родились такие строки, позволю не думать о будущем и не тревожить прошлое сегодняшним бурно душующим, дайте прожить хорошее, то малое, неприметное, на фоне всеобщей тревожности, а для души заветное, что ярко, безосторожности. Спасибо тебе, Светик, милая. Хотелось бы, чтобы люди об этом просто задумывались, чтобы они, вот вы говорите, тренируй свой биоавтомат, да, в хорошем смысле, да, свои какие-то действия, желания и так далее, процесс в себе, а хочется, чтобы человек как можно больше это слышал, а не доводил до автоматизма то, что является по сути заменой жизни, то есть не падал постоянно в эту бездну информации, а пользовался этим разумно и извлекая больше в себе. Наташа хочет сказать. Извините, Светлана, я тут перебиваю. Да, Наташа. Звонила девушка сейчас, ну вот, сейчас уже почти полвторого ночи, ну, я открыла, она такая вся перепугана, халатика. Дверь звонила, да? Да, просто в истерике вся такая, я говорю, а что случилось? она говорит, у меня прорвало трубу на 12-м этаже, мы на первом, она на 12-м. И говорит, вода хлещет, я не знаю, что делать. И что ты ей посоветовала? Вот так вот вся трясется. А ты сказала, успокойся. Нет, я прошла по всем этажам, говорит, никто не открывает. ты открыла дом, говорит, единственное, во всем доме открыли дверь. Хорошо, ты ей помогла сейчас. Я говорю, а вы в том... Может, что-то надо сделать? Нет, нет. Говорю, вы в туалете воду перекройте, подожди-ка. Я говорю, вы в туалете воду перекройте. Она говорит, где? Представляете, она даже не знала, что... Люди настолько становятся оторваны от жизни, что они... В туалете можно воду перекрыть. Короче, мы с ней поднялись туда, у нее все плавает, у меня тапочки такие. Человека, хомофатурасы, школы, человек будущего, хомофатурасы, которая умеет стресс использовать для того, чтобы оказать помощь человеку другому. Ну, вот, Наташенька, я тебе хочу очень сказать спасибо. Я была очень достойна, наверное, что соседи зато... А у нее уже в прихожую, да... А то я со Светой разговариваю, слышу там какие-то голоса, слышу какие-то голоса. Это звонок только... Ну, вот, что человек хорошо ориентируется в интернете и хорошо ориентируется в всяких современных устройствах, да, но совершенно перестает ориентироваться. у нее вот этот вопрос, она испугалась, она не сообразила, что надо перекрыть воду в туалете, там краники. Скажи, пожалуйста, ты поднялась сейчас, с ней на 12 этаж. Вы перекрыли воду. Но она не над нами, до нас не дойдет. Она посередине. Нет, дело не в этом. Вы перекрыли воду. Да, да, да. Но она успокоилась? Ну да, она успокоилась, но там все плавает. Ну пусть плавает, это можно уже... Она для разгрузки будет воду собирать. Теперь у нее... И он лучше на предыдущей потом упал. Там у нее подруга, она уже тоже в тазике там все заливали. Я уже потому, как ты это объясняешь, понял, что там сейчас уже налаживается. Вопрос не в этом. А если бы Наташа не открыла дверь? Вот. Она бы выскочила на улицу, выскочила бы на улицу. И что бы она делала? Там никого нету сейчас. Сейчас полвторого ночи. Вот здесь нету рядом. А что бы делала? Ну и, короче говоря, и залили бы бездом. И приехала бы пожарная команда, и команда МЧС, и потом бы там писали в интернете, вот там что-то случилось. А если бы в этот момент кто-то от перепугу газ забыл в квартире, потом бы газ бы тек и взорвал из квартиры. Правда же? Вот что означает, когда человек отвлекается от самоё себя, сидит в телефонах, вместо того, чтобы время от времени опять не вспоминать себя, чего ты хочешь, для чего живёшь, а для этого нужно снимать стресс, выходить на состояние самоё себя и переживать, если вы переживаете о каких-то вещах на фоне волны, например, которая перерабатывает всю эту информацию и выводит вас на самоё себя, и вы лучше начинаете понимать, чего вы хотите, как этого достичь и как реагировать, когда вам хочется всё время сидеть на телефонах. Потому что во время разгрузки, выходя на состояние, безмятежности, в этот момент вы можете сделать перезагрузку. То есть, выйдя на ноль, помечтать о том, вспомнить свои любимые дела, любимые какие-то процессы, начать опять вспоминать, что вы в детстве любили, что вы любили там стихи писать, рисовать, может быть, на барабане играть, может быть, помогать, может быть, там, ну, много чего человек в детстве мечтал, да, и моделировать себе это с помощью элементов ключ-2, о чём я в нескольких розетках сейчас рассказываю, показываю вот эту вот синхрогимнастику. Да, да, таким образом мы людей возвращаем к самим себе. Да, всё верно, Хосем Мегомедович, ведь ключ, помимо снятия стресса, снятия напряжения, помогает человеку лучше ориентироваться в его текущей жизни, задачи. Вот видите, у неё сейчас, у этой женщины стресс зашкалил, да, она потеряла, ну, скажем так, ориентацию, да, она даже не... Это очень смешно. Я 25 лет работал на Таганке, на Никола-Ямской переулке, Центр защиты от стресса. 25 лет я объявление писал, у меня два входа там было, с улицы там, ну, и в подъезде, и с подъезда внутреннего. Я там писал всем жильцам дома, я там тоже на первом этаже, у меня там была площадь большая, я там писал на дверях, которые выходят в подъезд, бесплатно, пожалуйста, зайдите, у кого проблемная ситуация, мы вам окажем помощь. За 25 лет в этом большом доме не нашлось никого, кто зашел, постучал и не получил, ну, не было ни одного человека, потому что они не смотрели на эту записку. Они были все время загружены какими-то делами. Они не видели ее, я ее писал и красными буквами, и синими буквами, печатными буквами, что этот центр, они же видят, это центр защиты от стресса, с обратной стороны во дворе огромная табличка висит. Они же видели, что это такое. Но ни разу никто не поинтересовался. Потому что они, эти люди, все время, как и все, загружены в свои проблемы. Загружены в проблемы, и загружены они в телефоны, и поэтому ничего вокруг не замечают и не видят. Поэтому, если, вот самое главное, открывать свои таланты и способности, самое главное, научиться снимать лишний стресс, выходить на самое себя и понимать, чего ты хочешь, и вообще, как этого проще достичь. Поэтому время от времени нужны раскрепощающие, разгружающие придемы, выходить из этого столпотворения, из этой какафонии внешней музыки, чтобы услышать и свою внутреннюю музыку. Конечно, иначе получается вот так, как было сегодня. С одной стороны, Светлана со стихами, а с другой стороны, с 12 этажа наводнелы. И Наташа Кузьмина из Белоруссии, которая пошла и выручила женщину. Ну да, друзья, мы всех должны выручить. И мы выручаем всех, и мы выручаем. Давайте, друзья, соединяйтесь, потому что только вместе мы сила. Давайте развивать себе человечность. Сейчас мы будем в следующий раз говорить о том, о чем мне предложил поговорить, знаешь, Николай Сорокин, который был на прошлом ролике, он сказал, добро, добро, оно почему-то всегда подвергается нажиму какому-то, сокрушается, и оно должно быть защищенным. И вот мы с ним в следующий раз будем говорить, а как защитить добрых людей, доброту в людях, человечествах, как защитить вообще. Это очень интересно будет. А ты напиши, если будет желание и вдохновение на эту тему, да, как сохраняться, быть человеком, и как защитить себе доброту. Вот это же интересно. Как людям не хватает доброты, заботы и внимания друг к другу, и мы бежим сквозь этой пустоты, не ведая, что бегаем по кругу. Да, точно, точно. Света, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. До встречи, до связи. Слюч, помощь. Мы говорили о том, как отвязываться от того, чтобы быть все время исполнителями чужой воли, в данном случае как-нибудь придатком к телефону. Да? Да. Спасибо. Спасибо. До встречи. Удачи. До встречи. Наташа, а куда надо нажимать, чтобы запись начала грузиться на YouTube канал? А кто не подписан еще, подпишитесь. Еще, пожалуйста, на Telegram подпишитесь. Потому что скоро... Проблем, кстати, с новым количеством подписчиков. Уже перевалило, наверное, там, я последнюю цифру виду, 174 тысячи. Наверное, сейчас... Да, да. Завтра, послезавтра будет уже 175. Это мы делаем без всякого рекламного там... что обычно делают там, чтобы продвигать. Тема наша всех интересует и волнует. Подключайтесь, подключайтесь, друзья, потому что наша школа «Человек будущего» Homo Futurus это школа человечности. Да, школа человечности, а человечность это, знаете, это несколько свойств сразу, одновременно в человеке. Это и способность сопереживания, и способность созидания, и способность любви, чувствовать бесценности живого. Все вместе. Потому что если человек, значит, он такой. Другого не бывает. До встречи, друзья. Всего доброго. Спасибо, Светлана. Спасибо. Спасибо.